Нефтяные вышки С вами Никита Рокозин и вы смотрите программу путешествия.ю Почему Ю? Да потому что путешествовать мы будем по Югре И сегодня нас снова гостеприимно встречает Когалым Туризм бывает разный, в том числе и духовный Уверен, наша сегодняшняя программа заинтересует каждого верующего И путешествовать мы будем по храму святой мученицы Татьяны Появился он в Когалыме не так давно, около трех лет назад Но за короткий срок стал местом паломничества для прихожан Не только из Югры России, но и всего мира Глядя на то, как величественно возвышаются купола храма над городом Кажется, я начинаю понимать почему Трепет, восторг, интересы и, конечно, радость Наверное, такие чувства испытывает каждый, кто видит храм святой мученицы Татьяны впервые Меня сразу посетила мысль Мое путешествие будет особенным Говорят, что сюда любят приезжать блогеры со всего округа Ведь само появление храма на карте Когалыма Очень интересная история Но о ней чуть позже Кстати, воплощение архитектурной гениальности Находится на самой высокой точке культурной столицы Югры С каждым мгновением у меня в голове появлялось очень много вопросов Да еще и глаза разбегаются Что посмотреть в храме? В первую очередь, для начала, наверное, нужно просто войти Мое духовное путешествие только началось, а у меня уже благородный трепет Более двух тысяч квадратных метров площадь храма святой мученицы Татьяны Поэтому мне не терпится оставить верхнюю одежду в гардеробе И побывать в каждой точке сакрального объекта Отец Александр, здравствуйте! Добрый день! Очень давно хотел побывать у вас в храме И я думаю, кто как не вы, нашим зрителям, мне Поможете совершить знакомство с этим сакральным религиозным объектом С чего? Глаза разбегаются У вас люди, кто у вас побывали, не стесняются В отзывах пишут, что такие храмы, их не каждый день встретишь по всей стране С чего рекомендуете начать знакомство? На что обратить к этому очередь? Ну, во-первых, это то, что храм освящен в честь святой Татьяны То есть, вообще-то, храмов в России таких немного, да? Которые, так сказать, имеют имя святой Татьяны В нашем случае, то есть, храм современный, молодой И несмотря на то, что убранство, может быть, яркие еще, да? Насыщенные такие цвета, то есть, как у нас люди делятся? Говорят о том, что новодел и как-то, ну, может быть, не так интересно становится На самом деле, конечно, важно, что мы стараемся делать все Чтобы людям здесь было духовно комфортно Ну, а что касается каких-то, скажем так, преимуществ, да? Этого храма? Во-первых, мы имеем святыню Это частицу мощей святой Татьяны, которую некогда, когда было освящение храма Святейший Патриарх принес в дар, то есть нам, как подарок, мощи святой Татьяны Частицу мощей Первое, что бросается от меня, как прихожанину, когда я первый раз сюда попал в глаза Это, конечно, то, что возвышается над нами Основной источник света – отдельный вид искусства Так о центральной церковной люстре отзываются жители и гости Коголыма Следить за такой конструкцией и поддерживать ее в чистоте и порядке – уже духовный подвиг У нее исконно-греческое название, расскажите, пожалуйста Паникодила, которое всегда размещено в центре храма, то есть в куполе обычно, да? Его задача, для чего люди устанавливают эту огромную люстру С тем, чтобы в определенные моменты богослужения осветить весь храм Вот, и так сложилась история, что изначально Паникодила – это люстра, которая зажигалась, скажем так, непосредственно свечами От огня, да, живого огня Но современный мир, так сказать, движется, да, вперед технологиями Поэтому мы уже имеем такую, как сегодня, электрическую люстру, да, то есть она зажигается гораздо проще, легко Находиться у алтаря в любом храме могут только священнослужители Но ради программы путешествия.ю представители храма Святого Мученица Татьяны, в частности отец Аков, сделали исключение для каждого нашего зрителя, прихожанина Сейчас отец Аков проведет небольшую экскурсию Я вам, честно признаюсь, немножко нервничаю Скажите, как там себя надо вести прихожанину, что нужно сделать? При входе в алтарь мы должны перекреститься и поцеловать икону Диаконской двери То есть вот я сейчас вам покажу Давайте Алтарь У каждого из нас он есть, самое сакральное место в жизни Но когда видишь алтарь духовный, в момент проходит переоценка ценностей И ты сразу понимаешь, что такое вечность Это, конечно, вера Перед моими глазами многовековые мощи и церковные реликвии Трогать руками их, конечно, нельзя Но хотите, верьте, хотите, нет Энергетика у этого места заставляет сердце биться чаще Что находится в алтаре? В первую очередь, это, конечно, престол То есть это главная святыня Она обозначает, изображает групп Господень То есть там, где был положен Христос На престоле всегда находится антиминс На котором совершается бескровная жертва Это такой плат, который раскрывается в определенный момент богослужения В нем имеется частица мощей То есть, как нам заповедано Что мы совершаем главную службу, да, литургию Приношение жертвы бескровной на мощах святых Вот с этой стороны у нас ризница То есть здесь хранятся священные одежды священников То есть, ну, могу показать? Давайте Облачение священнослужителей на каждый церковный праздник Или духовное событие, оно разное Цвет богослужебной одежды зависит от значения праздника То есть мы знаем, что, например, известно Богородичный цвет — это синий цвет Вот, голубое облачение, например, да Когда мы совершаем праздники Господни Это белое облачение Сейчас, значит, в период поста великого Это черное облачение И фиолетовое, темное тоже облачение Это воскресные дни великого поста А пурпурное? Значит, красное облачение — это цвет мученический, да То есть цвет крови И, конечно, это пасхальное облачение То есть это тогда, когда мы, скажем так, внешним своим видом, да То есть и одеждой вспоминаем и напоминаем всем, что происходило в эти события Вы в этом будете облачены? Конечно, да, да Будет на Пасху вот это облачение, красное облачение Ну, вопрос такой Любая же одежда, да, требует ухода Ну, здесь же обычно порошок не подойдет, получается Нет, конечно То есть это... Выпаливатель, да? Конечно То есть это парчевое облачение Во-первых, мы стараемся очень аккуратно носить Вот, но в любом случае, как, наверное, любая одежда, она будет пачкаться Ну, в нашем случае пока, видите, то есть все новое практически То есть мы служим два с половиной года И, ну, пока мы еще не видим необходимости, чтобы, значит, ну, потребовалась стирка Никогда не думал, что одежда священнослужителей столько нюансов, да Хранит себе столько особенностей То есть можно же так сказать, что каждый комплект под определенную службу Да Под определенное религиозное мероприятие Я еще добавлю, и на каждый предмет есть еще и молитва своя, на поручни То есть на... А можете показать? Да, поручни? Да, пожалуйста Я вам так скажу, это требное То есть тогда, когда нужно там осветить какой-то предмет, да Там люди приходят Вот, например, поручни То есть вот священник облачает на руки и прочитывает молитву Руцу ты сотвористите и создастите В разумиме и научусь заповедям твоим Храм мученицы святой Татьяны хранит в себе очень много удивительных открытий и реликвий Одна из них – это капсула времени Как же мне не терпится узнать о ней побольше А еще меня впечатлила мозаика храма Камни для нее доставили в Когалым из разных уголков планеты Но обо всем по порядку Что касается камня, который лежит на полу храма То есть он привезен из нескольких стран Такие как Египет, Иерусалим Мрамор вот этот белый, такой бежевый, да Точнее, такой молочный цвет И из Испании То есть вот это из чего пол А что касается мозаики То есть это на фасадах храма Мы видим вот изображение, да То есть выполняли художники, заслуженные художники России Значит, из Томска Тоже это вот, скажем так, в числе иконописцев эти люди Вот в той же бригаде Но это как бы особый вид работы И, собственно, то, что они сделали Это из, ну тоже из природного камня, да И они тоже дают гарантию, что порядка ста лет То есть если не будет никакого воздействия, да То есть, ну даже больше ста Сто это как бы, по-моему, насколько я знаю Больше они не могут гарантировать, да Мозаика, она навечно Вернемся к осени 2018-го Когда храм принял первых своих гостей Я знаю, что тут даже был такой интересный факт Послание потомкам вы оставили, да То есть своеобразную капсулу Расскажите подробно Я знаю, что где-то тут, да, вот на территории Да, тут все-таки уточню То есть все-таки, значит, это послание было написано В момент освещения и закладки первого камня То есть это гораздо раньше То есть еще храм, скажем, еще даже не было Ну никаких строительных работ А первое, что было заложено, это был камень И в нем, в отверстие, была заложена капсула В которой поместилась, ну скажем, такая грамота Вот, где свои подписи поставили, ну инициаторы И те, кто, скажем так, заботился о строительстве, да То есть это и государственные представители, и государственные власти, церкви Вот, поэтому... А можно так типа смотреть? Да, конечно, ну подойдем, посмотрим То есть я правильно понимаю, отец Акафу С этого камня, да, можно сказать, что все началось Да, конечно, да, то есть это и есть такой символический такой знак То есть получается здесь территория, это была же пустырь был Да, да, да И самое интересное, что люди, которые тогда сюда приехали впервые Они очень сильно, ну как бы удивлялись тому, что как вообще здесь, что здесь может быть То есть какие-то балки, какие-то, ну кусты еще-то, не убрано ничего, да То есть и камень, камень и крест Ну так посмотрели, удивились, думаю Ну, наверное, что-то здесь должно быть интересное Вот, и собственно то, что сегодня уже камень где-то в сторонке стоит Может быть он даже и не заметен, да, хотя, ну на тот момент это был такой важный символ То есть крест и камень Вот эта табличка, она вмонтирована, то есть вкручена А здесь вот отверстие и капсула там внутри Рукой можно прикоснуться? Ну а почему нет? То есть во время освещения поливается освещенное масло, там целый чин для этого существует Визит в колокольню и возможность услышать самые радостные церковные звуки у меня еще впереди А пока временно стало посмотреть, что находится в цоколе храма На каждом шагу в храме святой мученицы Татьяны Есть что-то удивительное, уникальное, духовное для каждого прихожанина И прямо сейчас отец Павел расскажет, где мы сейчас находимся Прежде чем, здравствуйте, прежде чем войти в один из залов Расскажите вообще, что тут в цоколе ждет прихожанина, что здесь вообще расположено На что мы можем обратить внимание Так называемый это притвор Притвор храма, именно так Притвор храма, освященного в честь князя Петра и княгини Февронии И что мы можем увидеть в самом храме Это удивительные фрески, выполненные в сербско-византийском стиле Баптистериум, с которым я вас познакомлю И с малой крещальной купелью Давайте посмотрим Батюшка, ну дух захватывает от всей этой красоты Расскажите про эту чудесную купель Я, кажется, догадываюсь, для чего она предназначена Да, безусловно, это купель именно для крещения взрослого человека Она называется по-другому баптистериум То есть в переводе с латинского это баптизо То есть баптизо это крещение, то есть крести То есть именно непосредственно, да, эта купель предназначена для крещения взрослого человека Рядом же с этой купелью находится малая купель, можно увидеть Эта купель предназначена для крещения маленьких детей, то есть молодец Можно ли сказать, что вот наш храм отвечает то, что у нас очень такая объемная, большая купель для взрослых Не в каждом храме, не в каждой церкви есть Ну, конечно же, безусловно То есть не в каждом храме можно встретить такой удивительный проект Почему? Потому что именно эта купель, она как и глубокая, так и выполнена внутренняя облицовка Из мальтийской мозаики, которая состоит также из стекла, стеклянная, а под ней сусальное золото И это позволяет именно этой мозаике сохранять именно первозданный вид этого, естественно, сусального золота И это оказывает, ну, это оказывает именно, говорит о том, что этот проект, он настолько серьезный, что позволяет как бы только за ним следить И он не будет, поддерживать, не будет менять, так сказать, своей первозданной красоты Я знаю, что вы гордитесь цифрами этого помещения С начала открытия храма Святой Боченицы Татьяны в этом зале минимум 340 малышей покрестили И причем интересная статистика В половине случаев это малыши до года 1% составляют взрослые, для кого, я так понимаю, предназначена эта самая купель И оставшийся тоже достаточно весомый процент, это, я так понимаю, от 16 до 16 и старше, да? Да, конечно Прежде чем попасть на колокольню, я решил погулять по храму один Захотелось собраться с мыслями, задать себе самые неудобные вопросы, от которых так долго бежал И меня осенило, как часто мы вспоминаем о Боге, когда у нас все хорошо и мы счастливы И я понял, что нужно говорить небесам спасибо за каждую секунду жизни Также меня до глубины души тронула сила веры прихожан У каждого своя судьба, взлеты и падения, приобретения и потери Но всегда есть место для трех бессмертных явлений Это вера в лучшее, любовь к Всевышнему и надежда, что все будет хорошо Я тоже так считаю, верю, люблю, надеюсь, что мои путешествия будут продолжаться еще очень долго Что мои родные, близкие, коллеги будут мной гордиться Я не подведу В эти дни в храме Святой Мучениц Татьяны будет особенно людно Оно и понятно, ведь настал главный православный праздник Это Пасха, это программа, подарок нашей съемочной группе каждому верующему Если честно, я и предположить не мог, какие открытия, какой опыт мне дадут эти съемки Погода сейчас, не сказать, что греет, но на душе у каждого верующего тепло Ведь сегодня Пасха, а мы плавно подошли к кульминации нашего духовного путешествия Это звон, пасхальные колокола Пять куполов, крытые яркой медью На звоннице настроены тон в тон 11 колоколов Самый маленький из них весит 5 килограммов А великан более 4 тонн Просто дух захватывает у каждого прихожанина, кто попадает сюда впервые В 48 метров нас разделяет от земли Это самая высокая точка храма святой мученицы Татьяны И регент храма Валентина сейчас мне и расскажет, что это за место Оно, наверное, одно из самых сакральных здесь Матушка, расскажите Здравствуйте Да, это действительно сакральное место Потому что сюда не каждый попадает Только, можно сказать, один раз в год На светлой неделе по благословению священника Можно подняться на колокольню И со звонарем совершить звон Потому что у нас Пасха, светлая неделя, радость И вот именно через звон мы возвещаем эту радость Покажите, пожалуйста, как это все происходит Пройдемте Пойдемте Вот это у нас большой колокол Вот он идет, у него педаль Это праздничный благовест Далее у нас повыше Это у нас будничный благовест Далее у нас идут основные колокола, средние Которые еще их называли красными То есть красивыми Это вот как раз именно основа звона Это ритм, основа А это украшения Давайте мы сначала попробуем благовест Чтобы вы поняли, какая... Это здесь? Нет, благовест это у нас педаль Это вот это, да? Да, это у нас праздничный благовест Пробуйте Просто нажимайте Да, просто нажимайте Он тяжелый Извините, я нервничаю просто очень Это не страшно, конечно Так тоже сложно Потому что у каждого колокола разная сила натяжения То есть там нужно поменьше удар Здесь, естественно, посильнее Поэтому это все Так, ну давайте, чтобы, наверное, сильно даже в светлый праздник не шуметь Я попробую сейчас контрольный Давайте Вера, надежда, любовь на этих вещах И строится все наше существование и будущее, прошлое, настоящее Вся наша жизнь как исповедь, где мы рассказываем о своих ошибках, грехах, чтобы не допустить их в будущем Вся наша жизнь как одна большая пасхальная служба, где мы по прошествию времен, оглядываясь назад, вспоминаем только хорошее и стремимся только к хорошему С вами был Никита Рогозин И я продолжаю лететь, идти на север и звонить во все колокола Вы со мной? Я думаю, да Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!